Ну что, мы вернулись, действительно, после паузы, которая была совсем небольшой, у нас замечательный пингвин в гостях. А пингвинительные гости у нас сейчас. Ну это действительно так, с пингвином вместе пришел профессиональный ловец пингвинов, это Станислав Зылев. Тильмяшки. Пришел, не зря, видимо, знаешь, что такое пингвины. Ну нет, ну это ты страшные вещи говоришь. Я думаю, пингвин по собственному желанию придет на рыбу. Работает за еду, да, наверное, за рыбку. За детские эмоции. За улыбки, за радость, за стишки. Кстати, а было ли такое? На вот предыдущие гости, пингвин, ответь нам, пожалуйста, предыдущие гости нам рассказали, что Дедушка Мороз пришел в гости к ребенку, все классно, ребенок становится читать стихотворение, читает по итогам Бородино. Дедушку уже надо уходить, уж 15 минут как уходить надо было, а малыш все читает, и читать у тебя уже были подобные какие-то случаи, когда детки переподготовились. Какой-то раз мы почти целый час протусовались с детьми, но просто мы не могли уйти. Они такие, не пустим пингвина. Дети повисли на нем, и все, и не отпускаем. Пять детей висит вот так. Походу, по-другому. Со всеми маленьким малышом, я сначала застеснялся, а потом принял и пригласил нас в дом. Мы играли целый час, мы играли в прятки, водили храм вот вокруг елочки. Ну и как-то вот так вот. А можно еще на плечи сесть? Серьезно? Меня не будет видно, боюсь. Я боюсь, что тогда у меня удар будет. Боюсь, что тогда дома у меня будет удар, скорее всего. Возможно, возможно. Классный, слушай, его так можно гладить. Дети, наверное, вообще в восторге. Ты не в восторге. Слушай, классный. Слушай, а почему бы нам, кстати, не посмотреть видео, чтобы мы тоже все пришли в небольшой восторг? Давайте посмотрим, какие фейлы бывают у Санта-Глауса, например, когда он пытается завесить в дымоход или какие-то вообще... А про пингвинов у вас нету, ничего? Да вот подготовимся, подготовимся к следующему разу. Мы где-то нашли ролик, когда три пингвина переходили дорогу. Прям, ну, прям вот ржак реальный. То есть, а в конце он упал. То есть, ну, их три, а один упал. Прям, они его так понимали? Это как раз был снят ролик в поддержку мультика «Мадагаскар», по-моему. Ого! Слушай, ну, мы найдем такой пингвинов. Слушай, ну, мы найдем такой пингвинов. Там прям какие-то пингвинов. Ну, это есть, есть. То есть, добрые пингвины подняли друга, не бросили его. Да, да, не пинали. Давайте смотрим про фейлы Дедов Морозов. Дедов Морозов — Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ваше, по-моему, целое концептие насчет пингвина на то, что он вроде не лошадь сам вовсе. Пингвин, то есть на самом деле, там у них что-то есть, по-любому уже. На самом деле 2014 год, на самом деле 2014 год это не год лошади, а год королевского пингвина. Потому что давным-давно лошади, так как они больше и сильнее, они пролоббировали какую-то историю где-то там, чтобы пингвинов оттеснить и занять место в 2014 году. То есть на самом деле для всех мы рассказываем, да, то есть ну как бы так и есть, это не год лошади, это год именно того. Не обычный, а королевского императорского. А что у вас тут такое? А у них там лёгкие щекотонные щекотонные. Это телек? Да, телеквизор. Работу люблю свою. Ну что, есть у нас ещё видео, по-моему, ребятки? Нет. Мне негде, ну конечно, на шорточке-то не видно будет. Смотрите, ребятки, вам тогда мы говорим спасибо огромное. Всех ждём где? На какой ёлке? Со 2 по 8 число в Барвихе Лакшери Вилледж вместе с Александром Олешко, с режиссёром Андреем Фоминым, 25 пингвинами, сахарной ватой. Билеты везде, спасибо за вопрос. Билеты в кассах города, ну в интернете можно. То есть в интернете можно заказать в Барвихе. Причём билеты реально, то есть все, то есть некоторые пугаются, что там Барвиха, дорого, там бла-бла-бла. Да, вот я тоже это пугаюсь. У нас билеты 2000 рублей практически стоят, то есть от 2 и чуть-чуть дальше, но по Москве это даже меньше, чем в Кремль, там ещё куда-то. Слушай, ну получается, что по сути цена не кусается, потому что такая же цена и в кремлёвской ёлке. То есть ещё говорят, что пробки, а со второго по восьмой пробок нету, то есть ну всё для людей, блин, у нас 25 пингвинов. Смотри, и мэрия, и кран-предсо-спасителя тоже самое. Нет, на самом деле по поводу того, что цена кусается, она никого не должна пугать, ещё вот в таком смысле, что, например, в моём детстве, в детстве Таша, все мы мчали, пытались пойти на кремлёвские ёлки, и попасть туда было, ой, как непросто, а если попасть, то ой, как недёшево. Поэтому я не думаю, что на Новый год кого-то эта сумма сильно смутит. Ну, опять, давайте петюлю. Вам говорим спасибо огромное, отбивайте Таша петюлю. Ждём вас к нам ещё в эфир, а мы прервёмся на видео, что это будет. Например, какие у нас есть варианты, например, грузинский Дед Мороз. Давайте его посмотрим. Соснегурка танца. Ах, спасибо, дедушка. Из Москве и в Краснодаре, в Харьках, в Баку, в Самаре, Дед Мороза с нетерпением. Русские, евреи, турки, любят лапоньку-снегурку, любят по походке, узнают. Радуется им честной народ, а для дедули песенку споёт. Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода не слады, ты подарки на приём. Ах, спасибо, дедушка. Мы продолжаем нашу программу. Ура! Тяжело ли быть дедом, хорошо ли быть не дедом, да? Сколько можно? Всё, я ухожу, я опять это сделаю. Это программа Double Bubble, и мы продолжаем нашу интересную тему. Легко ли быть дедом, легко ли быть дедом Натали. Мы уже почти закончили нашу программу, и у меня тут, значит, комментарии появились. Кое-какие, и гневные, и негневные. Гневные. Кто же такой гневный в понедельник? Смотри, гневный сегодня... Давай, ты пока читай факты, я сейчас пока понахожу и почитаю тебе. Ну, вот смотрите, история деда. Главное, сказочное... Мы, кстати, про Деда Мороза сегодня говорим, про то, легко ли им быть, кто становится современным Дедом Морозом. Сейчас у нас, ребятки, пингвин был в гостях. В принципе, это современный прообраз Деда Мороза, который хотят увидеть дети, интересующиеся айпэдами, айфонами, компьютерными играми, ферби, в конце концов. Вот им интересен пингвин, почему нет? Дед Мороз – главный сказочный персонаж на празднике Нового года. Дед Мороз, как создание канонического образа Деда Мороза, как обязательного персонажа новогоднего, нерождественского, произошло где-то в 1930 году, то есть уже в советское время, другими словами. После нескольких лет запретов вновь была разрешена Ёлка. Мы об этом уже говорили в эфире, что и судьба Ёлки, и судьба Деда Мороза, она претерпела некоторые изменения, не всегда были ему рады в нашей стране, но, слава богу, что все разрешилось. Слушай, а может быть, знаешь, таким образом, наоборот, все сливали на Деда Мороза, такие, а что это наш дедушка пьяный там в углу? А это не дедушка, это Дед Мороз! Не совсем так, просто советская власть пыталась разобраться, нужен ли им этот праздник, должен ли быть он связан с Рождеством, по итогам решили, что Новый год это Новый год, и что там пишут? Тебе Ветер Северный пишет, что, значит, Наталья, сегодня у тебя челка по-другому лежит, наконец-то симпатично выглядишь. Ой, спасибо, Ветер Северный, это как раз твое пение повергло меня. И Тая, кстати, хочет, хоть бы разыграли те зеленые ободки елочки. Слушай, а у нас, считай, осталось, конечно, давай тогда завтра это и сделаем, сделаем вопрос попроще и попонятнее, и да, это отсутствует. Слушай, ну и по поводу нашего анонса, вот я тебе смотрю, а вы хоть раз спрашивай себя, какого это быть Деда Мороза? У нас кто-то, видимо, ошибся, произошла ошибка, и вместо какого у нас какого написано. Вот, значит, я даже не знаю, на что пойти, я не знаю, руки себе отрубить, поплакать. Нет, 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 подожди, я так понимаю, хотели написать какого, типа, какого, во, с ударением на последний слог, а не какого. Нет, я на самом деле хотела сказать, какого, какого вообще быть Деда Мороза? Денег нет, дети за бороду дергают, алкоголь везде, какого вообще быть Деда Мороза? Ну, все правильно мы написали, значит, с ударением, второй О2 был грамотнее, верните Фишера, Катю и Витю. Катя и Витя как раз сейчас, ну ладно, не буду я никак шутить, сейчас как раз вот у нас, но не успеют они к нам прийти в студию, потому что у нас минута осталась до конца, друзья. Слушайте, ну в любом случае, спасибо вам за внимание, спасибо за то, что следите за судьбой канала, пытайтесь нам помочь стать лучше, красивее, умнее, эрудированнее, это круто, спасибо, давайте вместе делать этот замечательный молодежный канал. И узнаем вместе, как, каково это делать и какого вообще такие гневные фишки. Какого такие гневные фишки. Можно как-то по-нормальному было написать, по-человечески, по-доброму, випчанки из практики. На самом деле, правда, спасибо всем Деду Морозу, пингвинам, всем Снегурочкам, всем замечательным снежинкам, которые были у нас сегодня в эфире. И еще какие-то пишите мне их вконтакте, либо нам в группу, и мы завтра зачитаем их еще в тревом эфире про истории про Деда Мороза, про Снегурочку, какие были с нашими зрителями. Ну и смотрите нас завтра в час дня, в прямом эфире, мы будем разбираться с этим Новым Годом. Кстати, по-моему, завтра мы будем говорить про суеверие. А теперь последний момент, чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса? Всем пока, увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok